Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Официальный партнер программы «Косметологические центры «Гармония». Официальный партнер. Молочный комбинат «Лукоморье». Официальный партнер программы «Охранное предприятие «Дельта». Здравствуйте! На АТВ новости в студии Анна Зуева. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о главных событиях дня и коротко о некоторых темах выпуска. Три вышки увидят и сразу уходят. Сотовые вышки – польза или вред? Жители микрорайона «Восточный» жалуются на антенны оператора мобильной связи. Сначала нужно в посадочную яму заложить какие-то древесные остатки. В Улан-Удэ готовится высадить 10 тысяч саженцев, черемухи, лиственницы и сосны. Когда и где пройдет зеленая акция? Все у нас делается в темную. В горло не полезешь и не знаешь, где что как. Основоположник бурятской вокальной школы отмечает 80-летний юбилей. Вячеслав Елбаев отметит день рождения большим концертом. Бурятия вошла в число самых проблемных регионов по доступности дошкольного образования. Об этом заявил замминистра просвещения России Павел Зинькович на совещании у Дмитрия Медведева. На встрече с премьер-министром в подмосковной резиденции Горки, на которой обсуждали исполнение поручений президента, присутствовал и глава Бурятии. Он выступил там с докладом и сообщил, что в очереди сейчас стоят 6 тысяч детей от 3 до 7 лет. Алексей Циденов рассказал, что в Бурятии скоро появятся еще 2 тысячи мест, так как сейчас в регионе строят 14 детских садов. Добавлю, что сегодня начал работать и детский сад Снежинка. В детсаду устранили проблемы в вентиляционной системе. Напомню, сад номер 90 закрыли в марте из-за концентрации вредных веществ в воздухе. Дети были вынуждены посещать другие детские сады. Хайпанули на всю страну. Сотрудники Управления Федеральной Системы Исполнения Наказания Бурятии записали веселый клип про свою нелегкую работу. Ролик быстро набрал сотни тысяч просмотров в интернете. Но юмор бурятских сотрудников исправительных учреждений поняли не все. Клип дошел до федеральных СМИ. Бурная реакция пользователей интернета вынудила Уфсин Бурятии официально объясниться. Напомню, на клип пожаловалась уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она попросила прокуратуру разобраться и дать правовую оценку поведению сотрудников Уфсин, которые заламывают руки заключенному и целятся в него из арбалета. В Улан-Удэ на седьмом округе прошли внутрипартийные дебаты кандидатов в городской совет. Однако наш следующий сюжет не о том, как они прошли, а о том, как они не прошли. Один из кандидатов, Сергей Супоня, запретил вести видеосъемку нашей телекомпании из зала, где проходили дебаты. Подробности у Чингиса Ачирова. Праймерис, седьмой округ, дебаты. За столом три кандидата. Директоры нашей телекомпании Дмитрий Трученюк, член молодой гвардии Роберт Балданов и Сергей Супоня, действующий депутат. Однако не успели дебаты начаться, как для нас уже все закончилось. Супоня отказался говорить на камеры. Какой репортаж? В зале должна работать одна веб-камера. Какой репортаж? Куда репортаж? Просто мы никогда не сталкивались с таким, что где-то... И вроде бы мы... Мы как бы за максимально открытый процесс и за то, чтобы все посмотрели, все увидели, все жители получили полную информацию. Если нам нечего скрывать, тогда давайте оставлять. И я не вижу проблем. Давайте с таким образом. Да, все-таки есть участник дебатов. Вы против? Я не против. Я за то, чтобы по закону было. А по закону сегодня камеры на разуме не будет. Дебаты транслируются в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также могут транслироваться на каналах телерадио-овещания. Тем не менее, Супоня настаивал на прекращении съемок, и его можно понять, ведь большинство пришедших жителей выражали недовольство его работой. К тому же, за данные перед камерой обещания депутату нужно отвечать. Как Супоня здесь разливался соловьем? Ой, да я вам все сделаю, да у меня все прекрасно, и все на мази, все схвачено. Я депутат, все хорошо. Так? Так. Где он, этот Супоня? Почему он не приходит? Одни обещания. Больше от него. Мы даже ему уже теперь верить перестали. Дебаты прошли за закрытыми дверями. Чингис Ачиров, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Прямые выборы или конкурс? В Иволгинском районе прошли публичные слушания. Жители обсудили, что лучше – выбирать главу района по старому, то есть прямым всенародным голосованием, либо принять новую систему, когда руководителя назначает конкурсная комиссия. Напомню, год назад в Бурятии законодательно утвердили альтернативу прямым выборам. На каком из вариантов остановиться, решают жители районов. О результатах голосования – наш следующий сюжет. Нужны перемены. Их Волгинс обсуждали почти два месяца. Варианта два – прямые выборы или назначение главы комиссиона. Точку поставили на публичных слушаниях. В зале собралось порядка 300 активных, небезразличных жителей района. То, что наш Волгинский район за последние 20 лет прошло с этими выборами, вы же понимаете. Начинаются там Майданы, там разделы, даже в семье начинаются расколы. Поэтому я вас призываю, дорогие участники, чтобы за конкурсную комиссию. В 2011 году 26%, а в 2016 году 10%. На деле это означает, что больше 70% систематически не голосует за победившего в злоу. Низкая явка и явное игнорирование – проблема муниципальных выборов. Мы, когда выбираем депутата, мы не знаем, что эти же депутаты, 15 человек, будут выбирать главу нашего района. Когда мы нашим депутатам районного совета действительно дадим хорошие полномочия и ответственность, только тогда мы с вами в районе получим хорошего главу администрации. Однако комиссия, которая назначает главу района, состоит не только из депутатов райсовета. Половину членов назначает глава Бурятии. В этом и есть основное преимущество конкурсной процедуры. Данный человек, который будет соответствовать квалификационным требованиям, должен показать свои знания и навыки применения бюджетного законодательства, земельного законодательства, которое актуально наверняка в Волгинском районе, законодательства о государственных и муниципальных закупках. В любом профессиональном сообществе, чтобы выявить лидера, выбрать грамотного комитетного руководителя, люди проходят конкурсы. И я думаю, что если глава района пройдет через всю эту процедуру, я думаю, что это в свою очередь поднимет престиж руководителя, статус руководителя и ответственность должности главы Волгинского района. В итоге подавляющее большинство жителей, 265 человек, проголосовало за конкурсную процедуру избрания главы района. И лишь 22 высказались против. Окончательное решение примут на очередной сессии Россовета депутатов. Она состоится 23 мая. Мнение жителей учтут. Екатерина Стушенко, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Улан-Уденцы против операторов мобильной связи. Жители микрорайона Восточный жалуются на антенны сотовых станций в их дворе. Люди считают, что они вредят здоровью, вызывая недуги. Так ли это на самом деле? Мнение жителей и экспертов выслушал Будамунхоев. Сразу три станции сотовых операторов на Туполево. Казалось бы, радуйся. Хорошее покрытие с быстрым интернетом, причем на любой вкус. Но жители почему-то выступают против. Становится очень плохо. Люди вот жалуются, у кого прединфаркт, инсульты. Вызываем скорую сердечко. На детей это очень действует. Хотели квартиру продать, но кто-то приходит, посмотрит, три вышки увидит и сразу уходит. Кто купит рядом? И в цене нашей недвижимости сразу упало. Посмотрите, сколько оборудования навешено. А если это все сложить суммарно, это что получается? После таких отзывов о жмурашке по коже, будто мобильные операторы торгуют чужим здоровьем. И раз вышки покрывает весь город, не выходит ли из этого сотовый геноцид. Может быть, горожанам стоит шить себе костюмы из фольги? Они не станут использовать против нас свою технику. Все подобные установки, они проводят соответствующие проверки, сертифицированы. И вряд ли излучение от сотовой вышки способно оказывать негативное воздействие на человека. Ну, разве что, если он в непосредственной близости вокруг него не находится. Мы попросили сотрудников Роспотребнадзора проверить негативное влияние станции на Туполево. Данные с одной точки фиксируют по нескольку раз. А после эти результаты отправляют на лабораторные исследования. Так, мощность излучения проверили в ближайшем парке, а также в одной из ближайших квартир на пятом этаже. По результатам проведенных лабораторных испытаний, плотность потока энергии электромагнитного поля не превышает установленные нормативы равны 10 и составляет от 1 до 6 микроватт на квадратный сантиметр. Казалось бы, норма не превышена, но что если вода камень точит вдруг допустимые микроваты медленно, но верно разрушают клетки в организме? К сожалению, на этот вопрос не могут дать ответ даже ученые. Есть такая организация, Организация Всемирного Здравоохранения. Она на протяжении многих лет уже исследует излучение сотовых телефонов, вышек и так далее на организм человека. Но выяснить в краткосрочной перспективе это невозможно. Поэтому эти исследования длятся до сих пор. На этом видео муравьи бегают вокруг телефона, но стоит ему зазвонить, как начинается хоровод. Эта запись появилась в интернете в 2015 году, но люди до сих пор не объяснили столь загадочного поведения стаи. Муравьи ориентируются по магнитному полю, потому есть теория, что электромагнитный сигнал на айфоне сбил их ориентацию. Зато факт в этой истории один. Мобильные телефоны тоже облучают организм. При плохом сигнале напряжение от маленького смартфона в десятки раз сильнее, чем допустимые нормативы огромной сотовой станции. Однако на эту тему есть позитивное исследование. Барселонский институт глобального здравоохранения выяснил, что электромагнитное излучение не вызывает рак мозга. Одной большой болячкой уже меньше. Но что же насчет других? Наш организм это такое вот существо, которое очень разумное, оно само себя обновляет и регулирует. Если вы теоретически ведете здоровый образ жизни, высыпаетесь, дозированно пользуетесь гаджетами, проводите время на свежем воздухе, спите при отсутствии постороннего света, помех, ну или дома, допустим, на ночь выключаете вайфай, да, я думаю, вам ничего не угрожает. В этой истории остается лишь следить за допустимыми показателями 10 микроватт, которые установлены в нашей стране. Здесь может помочь Роспотребнадзор. Достаточно лишь оформить жалобу на их сайте. Меж тем шерстить научные журналы и ждать результатов всемирных исследований на эту тему. Буда Мунхой, Федор Моденов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Продолжаем выпуск. В Бурятии надо срочно внести изменения в важные государственные земельные документы. Ошибки и неточности встречаются почти в каждом районе. Сегодня депутаты Народного хурала выясняли, как исправить несоответствие. На бумаге есть, а по факту нет. Генеральный план поселка Новый Инхалук показывает, что в нем есть сразу три водозабора. Но это далеко от реальности. Ни один из них не отвечает нормам. На схеме указаны три водозабора. Один, значит, на территории Ослика, института культуры, да, лагеря. Второй на территории детского спортивного лагеря. Третий на въезде в Новый Инхалук. Значит, и при этом все мы знаем, что в Инхалуке ни одного водозаборного сооружения, его нормального качества не существует и даже не проектируется. В столь важных документах встречается элементарная неграмотность. Даже координаты иногда указывают, как в берестяных грамотах. Допускать такие формулировки, как вдоль реки, вдоль дороги, повершение впадины, до угла колхоза, допустим, такого-то, что, конечно, вызывало сомнения в точности. Возникли разногласия, суды мы прошли. В результате по 10 муниципальным образованиям были приняты решения о несоответствии координатному описанию, текстовому описанию. Невозможность установить границы вредит жителям. В одних селах не могут законным способом найти места под строительством, а в других – спокойно сеять пшеницу и держать скот. Для исправления неточностей в Бурятии задействуют все министерства и ведомства, а это потребует немалые вложения. Финансирование мы позволили себе только в 2019 году. На эти цели у нас было выделено из бюджета республики на 2019 год 84 миллиона, и на 2020 год 49 миллионов. Так, например, мы должны на конец 2019 года обеспечить 100% долю муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований. В следующем году бумаги снова придется дорабатывать, но уже с учетом вхождения в Дальневосточный федеральный округ. С одном Ирдынеев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Зеленый город. Миф или реальность? Улан-Удэ в этом году взял курс на озеленение. Мэрия запустила проект «Зеленый город» и в этом году обещает высадить 10 тысяч саженцев черемухи, лиственницы, сосны и березы. Они появятся в парках, во дворах и вдоль автодорог. Кстати, посадить дерево может любой горожанин 18 мая. Моя коллега Елена Нечаева расскажет об акции подробнее. Горожане устали от пустынных пейзажей и задумались об озеленении. Работы идут по всему городу. К примеру, гора Батарейная скоро станет домом для саженцев разных сортов. Место нашли даже для заморской сирени, розы и курильского чая. Один из первых этапов у нас. Здесь мы высаживаем порядка 1700 саженцев, тоже цветущие в разный период. Вторым этапом у нас делается летний водопровод, а третий этап мы идем уже на место основания города. Часть деревьев посадили еще прошлой осенью. Зиму им, кстати, удалось пережить. Остальную часть посадят уже в конце мая, а в июне начнется строительство водопровода. Все, как бы, вода, которая здесь, даже если дождь пойдет, она здесь будет оставаться, как бы, и, соответственно, питать корни. В этом году на озеленение потратят около 20 миллионов, что почти вдвое больше прошлогодней суммы. А зеленят и облагородят не только парки и улицы. Два гектара будет посадок в городских лесах, и плюс два гектара восстановления. То есть городские леса у нас тоже будут проводиться такие работы по посадке. Но достаточно ли просто вырыть ямку и посадить туда саженец? Опыт прошлых лет показал, что далеко не все деревья приживаются. Да и полив растений высоко технологичным не назовешь. Общественники города предлагают ноу-хау. По их мнению, метод недорогой, и поливать можно в два раза реже. Сначала нужно в посадочную яму заложить какие-то древесные остатки, это щепки, ветки, можно даже небольшие такие бревнышки. Потом можно много пищевых отходов в посадочную яму положить, кроме мясных, рыбных и яиц. Это тоже будет удерживать влагу. Применить такую технологию можно будет 18 мая, на Всероссийском дне посадки деревьев. Не отстаем от трендов и мы. Телекомпания АТВ также участвует в акции. В 11 утра мы собираемся озеленить парк имени Орешкова и приглашаем всех желающих. Лопаты, ведра и перчатки приветствуются. Ведь только общими усилиями наш ПВЗ заиграет зелеными красками. Елена Нечаева, Анатолий Пляскин, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. А вот улица Лимонова уже стала зеленой. 200 саженцев акации высадили вдоль дороги. В основном заполнили пробелы в уже имеющейся живой изгороде. Кустарники высаживали не только работники городского лесничества, но и активные горожане. Я участвую впервые. И очень приятно внести в какой-то свой вклад в озеленение города. Самое главное – обеспечить уход. Первые три года поливать растения. А дальше возьмется и будет хватать осадков. Это поглощение пыли, поглощение различных вредных выбросов автомобилей, звукоизоляция ближлежащих жилых районов. Это удерживание почвы. У нас выветривания нет. Это эстетическая составляющая, что у нас красивые дороги становятся. Акация – самое неприхотливое растение для города. Она хорошо переносит засуху и плохую почву. При этом она не только создает эстетический облик города, но и хорошо очищает воздух. Основоположник бурятской вокальной школы отмечает 80-летний юбилей. Вячеслав Елбаев за более полувековую педагогическую деятельность подготовил около сотни певцов. Многие из них стали известными оперными артистами и прославили Бурятию на весь мир. 16 мая в Театре оперы и балета состоится концерт, посвященный выдающемуся учителю. Подробнее о маэстро-вокальной педагогике в нашем следующем сюжете. Вячеслав Елбаев поступил в музыкальное училище в 16 лет по приглашению Бадмы Балдакова, хотя на тот момент подал документы в Иркутский физкультурный техникум. И вот уже 54 года он преподает в родном колледже на вокальном отделении. За это время он выпустил 100 учеников, а певец – это штучный товар, и с каждым он работает индивидуально. «Как я пою, как я тебе показываю, ты должен меня подражать. Империк – это подражание же, правильно? И вот все у нас делается в темную. В горло не полезешь и не знаешь, где что, как. И вот это такая очень сложная, специальная, сложная работа ведется все 4 года». К каждому ученику, который поступил на первый курс, индивидуальный подход. Он выбирает распевки, как надо подойти к студенту, какой голос, какие распевки можно, какие согласные, голосные. В основном к Вячеславу Байендаевичу приходят студенты без музыкальной подготовки. Его задача – раскрыть голос талантливого певца и открыть дорогу в мир высокого искусства. Многие его ученики достигли больших высот на музыкальном олимпе. «Врачи, допустим, говорят, что я баритон, а вот Вячеслав Байендаевич услышал во мне тенора. Он для нас, как наш отец, наш второй папа. То, что получили здесь, в музыкальном колледже, ту основу, ту воспитание, то, что именно вложил нас наш преподаватель, нет нигде». В 80-е годы Вячеслав Елбаев был завучем, а потом и директором музыкального училища. А в трудные 90-е годы руководил Бурятским театром оперы и балета. «Благодаря Вячеславу Байендаевичу не только как педагогу, а вот руководители, многие музыканты стали как-то таковыми. То есть наши выпускники колледжа под его руководством выезжали в разные города нашей страны поступать для продолжения обучения в консерватории». Гениальный педагог за годы работы разработал свою систему подготовки певцов. Поэтому большинство его учеников прославили на весь мир бурятскую вокальную школу. А педагогический дар Вячеслава Елбаева можно сравнить с золотым даром царя Мидаса. «Для меня, ну, конечно же, очень родной и любимый. Я его очень люблю, уважаю и ценю. И всегда помню его наставления». 16 мая в Театре оперы и балета пройдет концерт, посвященный 80-летию Вячеслава Елбаева. Возрастное ограничение 6+. Елена Гармаева, Владимир Попов, АТВ. В физкультурно-спортивном комплексе пройдет международный турнир по вольной борьбе «Байкал-Опен» на призы главы Бурятии. За право сильнейших поборются более 200 спортсменов из 13 стран. Борцы уже приехали в Бурятию и сейчас усиленно готовятся. Наша съемочная группа заглянула к ним на тренировку. До турнира остались считанные дни. Тем усерднее тренируются спортсмены. Виктор Алексеев – главный тренер сборной Красноярского края по вольной борьбе. Он привез своих ребят в Бурятию, дабы проверить своих борцов перед чемпионатом России. «А наша задача на сегодняшний день – молодые пройти еще раз в подготовку к чемпионату России и посмотреть, как они будут себя чувствовать в условиях такой жесткой конкуренции. Среди монголов, китайцев, бурятов». Вместе с Виктором Петровичем из Красноярского края Бурятию посетил Надербек Ахизриев. Борец с берега Енисея – частый гость нашей республики. «Я уже, можно сказать, почти местный. Я уже каждый год не приезжаю сюда, потому что ездить приятно сюда. Атмосфера такая, натурально-борцовская такая атмосфера». Бурятские борцы не отстают и также упорно тренируются. Бояр Циренов – триумфатор прошлого турнира. Тогда Бояр выиграл автомобиль. В этом году бурятский борец не намерен сдавать своих позиций. «Планирую в этом году. Очень хочу выиграть также. Ну, форма, честно говоря, не совсем хорошая. Ну и в прошлом году тоже у меня плохая форма была, но получилось выиграть». Поединки начнутся 17 мая. АТВ не может пройти мимо такого события. И мы будем вести прямую трансляцию турнира в социальных сетях и в эфире телеканала. Илья Балханов, Будамунхоев, Николай Дулбаев, АТВ. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Еще больше новостей есть на нашем официальном сайте tvatv.ru. Всего хорошего и до встречи в эфире. Косметологические центры «Гармония». Это многолетний опыт работы в эстетической медицине. Это профессиональный уход за лицом и телом. Услуги ногтевого сервиса и стилиста. Комплексные программы «СПА-отдыха». «Гармония» – исполнение красивых желаний. Ищите натуральные вкусные молочные продукты? Значит, вы ищите продукты от лукоморья. Сметана, творог, йогурты и готовые завтраки. Производятся из натурального молока по технологиям, сохраняющим витамины и микроэлементы. Удобные технологичные упаковки сохранят свежесть и вкус продукта на протяжении всего срока годности и помогут устроить перекус в любом месте. Встречи с близкими бесценны. Наслаждайтесь каждым моментом. Охранное предприятие «Дельта» – на страже вашего спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова